Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Изображение Озина Руван вызвало ажиотаж в социальных сетях. Участники Всемирного армянского саммита обсудили нарративы армянской идентичности, культуры и бренда за круглым столом. Сыны Западной Армении – братья Овнанян. Трудности арцахской семьи после депортации. Год нестабильности и неопределенного будущего. Падение от Арцаха – величайшая трагедия нашей жизни. Аветтик Чалабян. КОПАУ-29 – Всемирная кампания против КОП-29, цель которой – раскрыть истинные действия Азербайджана. Айреник. 18 сентября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Повестку дня представила председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нели Арутнян. В первой части были обсуждены проведенные сентябрьские мероприятия Республики Западной Армении. 14 сентября состоялась церемония открытия Второго Кубка Республики Западной Армении по стрельбе из лука с участием высших должностных лиц государства. 15 сентября состоялась конференция поклонения богине Аннаид, которая также транслировалась на платформе Zoom. Сентябрьские мероприятия завершатся 26 сентября и также будут транслироваться в Zoom. В завершение заседания были рассмотрены важные вопросы, касающиеся деятельности Республики Западной Армении. В социальных сетях широкую популярность получила видео с острова Ахтамар на озере Ван, вызвав большой ажиотаж, особенно среди турецких пользователей. Существует легенда, что на острове Ахтамар живет гигантское чудовище. Пользователь, опубликовавший видео, также рассказывает об этом. Многие пользователи поделились данным видео. Некоторые утверждают, что сами видели чудовище озера Ван. Люди разделились на две группы. Одни верят в существование чудовища, другие утверждают, что это всего лишь легенда. Несмотря на все исследования, факт существования или отвержения этого пока не доказан. В Ереване стартовал второй всемирный армянский саммит, организованный Офисом Главного Уполомоченного по делам Диаспоры. В первый день саммита прошли две панельные сессии и девять обсуждений на тему безопасность и мир. Основное внимание было уделено безопасности Восточной Армении, защите прав перемещенных армян Арцаха, лоббированию, общественной дипломатии и информационной безопасности. Участники саммита также рассмотрели темы армянской идентичности и культуры в попытке пересмотреть стереотипы. В завершение состоялся специальный концерт Государственного симфонического оркестра Восточной Армении. Четверо братьев Офнанян Жирайр, Геворгерайр и Вагн – знаковые фигуры в мире жилищного строительства. В 1959 году они учредили Офнанян Бродоскорб. Однако впоследствии их пути разошлись, и каждый открыл собственную строительную компанию. От США до Армении фамилия Офнанян стала прочно ассоциироваться с рынком элитной недвижимости. Родились в городе Киркурке в Ираке. В 1948 году эмигрировали в США. Отец Себастье – мать из Балати. Оба спаслись во время совершенного против армян геноцида. Все четыре брата достаточно известны. Из главных достижений стоит отметить статус Офнанян Энтерпрайз, принадлежащий Геворгу как одной из крупнейших компаний на американском рынке недвижимости и руководящую роль Грайра в формировании тренда на строительство больших районов для людей преклонного возраста и возведения Восточной Армении в рамках проекта Вагни – спальных районов по американской модели. Уже год, как будучи вынужденными переселенцами, армяне Арцаха борются с жилистными и повседневными трудностями. После пяти переездов Артак в Артанян с четырьмя детьми арендует жиле в Абовяне. Супруга Нарине погибла в сентябре 2023 года в результате взрыва на топливном складе Степанакерта. Артак заботится о детях, живя за счет государственной поддержки в размере 50 тысяч драм в месяц, что недостаточно до покрытия расходов. Правительство Восточной Армении объявило о программе жилищной помощи примерно 25 тысячам семьям из Арцаха. Семья Бартанян получила поддержку в размере 18 миллионов драмов, но этой суммы недостаточно для покупки дома. Реализация жилищной программы идет медленно. Большинство заявок все еще находятся в стадии разработки. Социальные активисты критикуют программу, указывая на ее неэффективность и строгую регламентацию. Артак с теплотой вспоминает свою жизнь в родном селе Сызне, где преподавал шахматы, а супруга работала медсестрой. Они занимались сельским хозяйством, имели большой огород, занимались пчеловодством. После войны 2020 года они продолжали заниматься пчеловодством в Степанакерте, но потеряли все, когда были вынуждены покинуть родину. Начиная новую жизнь в третий раз, уже без супруги, главная задача Артака – найти стабильное жилье. Артак надеется найти работу и вернуться к пчеловодству. Однако на данный момент ему трудно совмещать заботу за детьми и поиск работы. Аветик Чалабян написал пост в Facebook, посвященный инициативе Аякве. Обращается к трагическому падению Арцаха. С 10 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл дорогу в Шуши, начав долгую блокаду и атаку на Арцах. Несмотря на сопротивление армянской армии, силы были неравны, и Арцах, оставшись без поддержки, был встан. Чалабян рассматривает это как величайшую трагедию и предостережение. Необходимо очиститься от своих греков, покаяться и селиться, жить как нация и найти новую силу. В противном случае в этой хищной среде у нас, как у народа, не будет будущего трагедии Арцаха. Рано или поздно опрушится и на оставшуюся часть некогда славной Великой Армении. Возрождение Арцаха и создание мощной Армении – это долг армянского народа. Под эгидой Организации Объединенных Наций 29 конференция сторон КОП-29 будет сосредоточена на детальном рассмотрении вопросов, связанных с изменением и загрязнением биосферы, которые оказывают значительное влияние на климат. Это собрание объединяет представителей примерно из 200 стран, которые верят, что можно быстро спасти деградирующую биосферу Земли, в том числе природные и искусственные катастрофы, исходящие из Азербайджана, одного из производителей черного золота. Баку сама уверенно пытается защитить биосферу, приглашая мир под свою загрязненную крышу. Мир, лидеры которого хорошо осведомлены, насколько Азербайджан загрязняет Каспийское море и его окрестности с помощью нефтедобывающих и перерабатывающих установок. Для армян ситуация имеет особый весомый смысл. Во время нападений на Арцах азербайджанская армия, сотрудничая с турецкими солдатами и экстремистскими террористическими организациями Турции, использовала химическое вещество, поджигая обширные леса, чтобы облегчить свое продвижение. КОПАУ-29 – это всемирная кампания против КОП-29, цель которой – раскрыть истинные действия азербайджанского правительства. Это отличная возможность поднять вопрос о трагедии жертв 44-дневной войны пленных и заключенных. Удивительно, что для нынешних властей Еревана эта страница закрыта, но не для человека, борющегося за справедливость. Каждый армянин, обладая сознанием, имеет право задать вопрос, существует ли в мире другая страна власти, которая столь явно игнорирует своих граждан. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!